Полчаса уже прошло. Продолжаем наш вебинар по премиальному продукту в горах Франции. И сейчас уже ждем подключения Изабель. Я здесь. Уже знакома с Изабель. Да, Изабель, вы здесь уже. Отлично. Изабель, ну, продолжим, да? Какой курорт у нас на утрене, о которой вы расскажете новости? Несколько лет назад мы бы не включили тень в нашу программу вебинаров по вип-туризму, по вип-французским курортам. Но я была свидетелем развития популярности этого курорта у русских туристов, и я вам сейчас расскажу, почему это действительно интересное направление для ваших клиентов. Разрешите мне рассказать короткую историю. Когда я представляла комитет по туризму Ольга Рональдпу из Москвы и участвовала в лижном салоне, я помню, как я говорила о тени. И мне тогда отвечали, «Тени знаем, хотим в Вальдизиэр». Через год или два ко мне подходили посетители и говорили, «Вальдизиэр знаем, хотим в Тени». Эта короткая история свидетельствует о том, что, во-первых, русским лижникам интересно всё, что новое, новые опыты, и они интересуются новыми направлениями. Это тоже интересно, потому что это свидетельствует о том, что у Тени есть достоинства и преимущества, которые могут нравиться и вашим клиентам. А, можно я добавлю, Изаболь? Да, конечно. Мы же с вами говорили по поводу того, что вы работали в Тине в своё время, и Тинь, вы знаете, это не просто так. Вообще сейчас даже у нас вот в проекте вы о нём говорите. Ведь первые горнолыжные академии компании «Пагрупп», если помните, проходили как раз и с вашим участием. Я вот, если честно, даже не помню, какой год, но это было давно, да? И три года подряд мы горнолыжные академии проводили на базе именно Тиня. То есть это было, конечно, время великолепное. Когда 100 человек приезжало в Тинь, это был или начало декабря, или конец ноября, насколько я помню, то есть снега уже было много, вот, и люди, так сказать, вот погружались в эту атмосферу. Было фантастика. И, честно говоря, вот после этого, после первой поездки в Тинь, я понял, насколько вообще французские горы, ну, прекрасны. Вот. До этого я уже был, конечно, в трёх долинах, но Тинь для меня это тоже было такое открытие, что достойный очень курорт. Всё, я замолкаю. Нет, нет, наоборот, спасибо, Владимир, что вы рассказали об этой академии. У меня очень хорошие воспоминания от вашего приезда. И, да, было очень интересно. Я тогда жила в Тинь, что после того, когда я открыла представительство Комитета по туризму в Москве, я потом поехала в жизнь, и там жила довольно долго. Я там жила 7 лет. Я занимаюсь PR для этого курорта, поэтому, да, конечно, это у меня важный курорт, и очень приятно, когда этот курорт нравится и вам, и вашим агентствам, турагентствам, вашим партнёрам, вашим клиентам. Это очень приятно. Вот. Тинь. Тинь – это высокогорный курорт, он находится на вот эти 2100 метров, чуть ниже, чем в Альтуренсе, и это гарантирование снежных условий, прекрасных снежных условий, что значит прекрасное катание. Это первый большой основной плюс, естественно, для ваших клиентов. Тинь. То, что мне нравится в Тинь, это тоже пейзаж, то, что природа в самом центре курорта, между Тинь-Лилак и Тинь-Вальдизер, есть ледяное озеро, по которому ходят туристы зимой, и над ним, он окружен красивой горной цепью, и над ним грандмод, ледник грандмод, который позволяет кататься и летом. И зона катания Тинь очень интересная зона катания. Как я сказала, на леднике мы катаемся уже с начала октября, и зона катания откроется уже 28 ноября, то есть это Тинь, это курорт, который, первый курорт, который позволяет кататься во Франции, и он открыт до 7 мая, и снег гарантирован, то есть это очень важно. Вот, это второй плюс, это зона катания. Тоже интересно, он напомнит о том, что Тинь всегда развивал все, что связано с фриски, фрирайд, фристайл, в Тинь большой хайф парп, неудивительно то, что несколько лет назад, это тоже, то есть несколько лет назад, здесь выбрали Тинь для проведения единственных эксгем в Дней Америки. Тоже интересно об этом. Хочу тоже напомнить о том, что Тинь это спортивный курорт, то есть где-то 25-90% отдыхающих в Тинь, они катаются. И мы живем в мире спорта. Все мы занимаемся спортом, мы делимся своими успехами, достижениями в соцсетах, мы гордимся, и, наверное, и ваши клиенты тоже, так что это интересный курорт, тоже с точки зрения спорта, и, потому что это тоже спорт, это мой. Можно добавку, да, насколько я знаю, подтвердите или наоборот скажете, что это не так. Насколько я знаю, в Тинь приезжают в летний период некоторые даже национальные сборные, и фехтование, и какие-то другие виды спорта, да, то есть по большому счету это курорт, который летом как раз работает на прием таких спортсменов серьезно. Да, перед кунгом мира по футболу, по разным видам спорта приезжают в сборные, да, это очень важно, очень интересно, именно потому, что из-за высоты кислорода у них в крови повышается, и это очень хорошо, именно накануне таких больших напряженных спортивных соревнований, это очень важно. Да, и, кстати, даже сборная России по фехтованию у нас тренировалась. Да, что... Ну вот, да, я вот помню, что-то такое вот... Да, да, да. Еще какой-то микроклимат определенный, да, в Тине летом будет непосредственно. Да, я хотела бы тоже добавить, что не только профессиональные спортсмены приезжают в Тине летом. Тине очень, очень интересно и очень интересное направление летом и привлекает много туристов. Очень много, потому что они предлагают очень много интересных развлечений, и там совсем не скучно. Как иногда думают, что в горах летом скучно. Нет, 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 Тине очень интересно. Можно привести себя в форму, да, после самоизоляции. Это тоже актуально. Да, об этом я тоже расскажу чуть-чуть с Шамони, потому что тоже у Шамони есть очень интересный проект, связанный с спортом после изоляции. Так что еще раз об этом упомяну. Идем дальше. Да, очень интересно, что у Тине есть культура веселого экстрима. Это очень интересно. И, наверное, будет интересно вашим клиентам, которые являются предпринимателями, потому что они, наверное, они любят рисковать. Если они получили успех в своем бизнесе, это значит, что они сумели рисковать и что им нравится. Вот. И поэтому им, наверное, тоже нравится во время каникул попробовать острые ощущения и попробовать что-то новенькое. А вот на фотографии вот этот молодой, ну там, человек или не знаю кто, да, он куда летит? Он летит в озеро? Нет, нет. То есть он дальше. Да, можно думать, что он летит в озеро, но нет. Нет. Либо этот человек, то есть есть туристы, которые погружают подлёд в ледяном озере между Тин-Лак и Тин-Варкларе. Вот это подлёдный дайвинг. Это очень популярное развлечение, уже давно представляется. И поскольку много людей это видят, им хочется тоже попробовать и тоже рисковать, то есть это очень интересно. А наверху, на другой фотографии, там это бенжи райда, это бенжи райда, это и бенжи трамплин, и прыжок с трамплина. Но потом, это очень хороший тоже способ улучшить свои трюки, потом и получить лучшую технику, которая понадобится потом в сноупарк. Но да, вы летаете, и потом, конечно, потом вы спокойно приземляете на трассу. И дальше, и дальше катание. Хорошо. Вот. Мы говорили о Ла Фолидус, между Тинем и Вальдезер есть, на Фолидус тоже, это очень оживлённое место, и это место, это неизбежное место, я хотела бы сказать, в Трёх долинах. И да, Тинь – это весёлый курорт, это спорт, и это веселье. Здесь организуют огромные вечеринки, уже давно, на Новый год, организуют большие концерты со знаменитыми диджеями под открытым небом. Это уникальная возможность открыто для себя, начать Новый год по-другому, и это интересно. Кстати, да. У нас обычно всегда возникает вопрос, а как же в Альпах проводят Новый год? Да, вот, пожалуйста. И интересно то, что это открыто для всех, даже если, может быть, клиентам, кому вы предложите Тинь, они хотят, скорее всего, развлечения и места, которые более скрытые, но всё равно интересно знать, что вот, есть это место, где все туристы Тинь встречаются и веселятся вместе, и отмечают Новый год. Это очень интересно. Вот теперь про отель Тинь. Да, Тинь. У Тиня много преимуществ, которые очень важны для русских личников, но не только, есть тоже и пятизвёздошные отели, что, конечно, тоже очень важно, иначе мы не могли бы включить Тинь в программу нашего вебинара. Первый отель, это отель Лесвит, пятизвёздошный отель Лесвит. Вы, наверное, вы можете слышать или помните, что раньше этот отель назывался Лесвит дю Невада. Теперь просто Лесвит. Лесвит находится в Тиньваль-кларе, в центре Тиньваль-кларе. Это простояние номера и ресторан. Очень интересный ресторан. Раньше ресторан назывался Латабло-монтань, но теперь у него новый шеф-повар. Потому что те, которые были в отеле Лесвит, они знают директор от отеля он знаменит в Тинь. Его зовут Jean-Michел Бувье и его сын, Клемент Бувье, теперь шеф-ресторан на Урсюс. Почему такое название? Урсюс, это название, это были последние медведи во французской ралпах, Урсюс-Саркуз. Вот, это оттуда. И он открыл этот ресторан. Теперь 12 столов, раньше было 24, то есть поменьше, все столи окружены деревья. Вот. И интересно то, что после только полтора года открытия, этот ресторан получился у первой звезду, Michelin. Это очень интересно. В отеле есть еще великолепный спец, который вы видите на фотографии. Еще бар, где клиенты могут наследиться с уникальным искусством жить по-французски, у камин, и где они могут тоже ласкать Сен-Бернар, который там, это местный Сен-Бернар, то есть все его знают, его зовут Иглу, и все хотят делать селфи с ним, то есть это тоже... Это знаменитость такое место. это очень интересное место. Теперь об отеле Лесуи де Монтана. Лесуи де Монтана находится в Тин-де-Лак, это не только 15-й отель, это еще и 46-й отель, и резиденция, то есть это целый комплекс, даже, можно сказать, почти целая гора, целый склон, потому что это очень большой комплекс, и это... У этого отеля прекрасные бассейны, есть открытый бассейн, и открытый бассейн, откуда открывается великолепный вид на горы. Очень интересно отметить тоже то, что этот отель скинг скинг и это идеальный отель для семей. свидетельствует об этом то, что TripAdvisor включил этот отель в списке 25 самых лучших отелей для семейного отдыха в Алмах. Тоже интересно. Я теперь хотела бы рассказать вам сообщить о новом отеле, может быть вы слышали о нем может быть и нет, поэтому вот, новый пятизвездочный отель в Тинне следующей зимы Diamond Rock. Этот отель будет находиться в Тинне Ле Лак в самом центре совсем рядом с подъемниками. У этого отеля это будет самый большой пятизвездочный отель в Тинне, потому что у него будет 62 номера, все будет сделано из дерева, к услугам гостей Sky Room с прямым доступом на трассу, потому что это шкинский отель тоже, и к радости гостей отеля будет баулинг, бильярд, еще и кинозаль, и панорамный бар, то есть это будет очень интересный хороший отель, вот, я советую вам предлагать этот отель вашим клиентам. Такими темпами я понимаю, что скоро Тинь станет уже и топовым таким пятизвездочным курорком, сейчас он все-таки такой молодежный, да, да, очень удивительно, а уже три пятизвездочных отеля, это серьезно. такая тенденция, уже три пятизвездочных отеля, поэтому мы не зря включили Тинь в эту программу, потому что есть такая тенденция, это очень заметно, это очень интересно, да, хорошие перспективы развития. Обгонят и вальдезер соседний, да, по количеству пятерок. Ну вот, мы покидаем уже Тинь и уже достигнем легенду французских Альп, скажем так. Легенда на самом деле, да. Вот, Chamonix-Montblan. Chamonix-Montblan, конечно, хочется напомнить о том, что это настоящий город в Альпах, он отчисляется от всех других курортах именно, в том числе, потому что это настоящий город, у него очень большая, богатая история, здесь родился альпинизм, вырос горнитуризм, родились первые зимние Олимпийские игры, это интересно, это всемирно естественное круглогодичное туристическое направление, приезжать и летом, и зимой, и круглогодично. сюда приезжают прежде всего, чтобы подняться на виде меди, естественно, и покататься по самой высокой подъемнике в Европе. Там для ценителей острых ощущений предлагается шаг, так называемый шаг в пустоту, это гарантия прекрасных ощущений, когда под вашими ногами больше километра пустоти. Я могу сказать сам, что когда туда заходил, это, конечно, ощущение какой-то ужаса. При мне человек туда заползал на карачках, потому что было страшно. это, конечно, аттракцион еще много. Да, точно. Они также приезжают ради самого большого ледника во Франции, Мердеглас, куда поднимутся на железной дороге Монтенвер. там они найдут наверху не только уникальный пейзаж на потрясающей горе вокруг, а еще и рестораны, и отель, и еще интерактивный музей ледника, и еще ледяная пещера, много всего, это очень интересная экскурсия. А это как раз то место, куда спускаются лыжники с Белой долины, правильно? То есть Белая долина, когда горнолыжник спускается, он спускается с вершины Экви Дюмиди вниз до Мердеглас. Да, совершенно правда. Белая долина это, конечно, все слышали хоть один раз об этой трассе, самая длинная трасса в Европе, и одновременно спуск ледника протяженностью 20 километров. Белая долина это сто процентов вне трассового катания, и лучше, конечно, кататься по этой трассе с инструктором. Ну да, есть опасность, потому что там трещины. Это ледник. Это ледник. Вот, и если что-то еще поместится, программу в Шамонии, после Экви-дюмиди, Мердеглас, Белой-далине, и великолепно катания во всех зонах катания, Близуш, Бревон, Флежер, Балм, Валорсин, Громонте, если что-то еще поместится, после еще и шопинга, и так далее, и можно добавить еще уникальные развлечения, например, полет на вертолете, чтобы приблизиться к этим горам еще раз перед тем, как поехать обратно домой с замечательными впечатлениями. Какая новенькая? В прошлой зимы открылась новая канатная дорога Флежер, она очень важна, потому что она позволяет достичь зон катания Бревон, Флежер, и это очень большая новость, это очень интересно. Да, я чуть-чуть расскажу о новенькой касающейся лето. Наш вебинар сейчас посещен зимним отдыхом, но все-таки я хотела сказать, что после изоляции и после этого сложного периода для всех все наши офисы по туризму, отели, рестораны, они постепенно открываются, и они придумают новые предложения для того, чтобы туристам было не только безопасно, но и комфортно, и весело. И летом Шамони все партнеры офиса по туризму соединили свои силы, чтобы предлагать туристам веселый летний отдых. Это на самом деле 25 развлечений каждый день. Я только что получила эту информацию, потому что это все новое, и они только что объявили о том, что это были 25 бесплатные развлечения для каждого желающего, для каждого желающего. Это будет, например, силвотерапия, это будет прогулка на лошадях, знакомство с трейлем, вы уже знаете, что в Штамоне проходят ультра-трейль Montblanc, то есть тоже родина трейля, это очень важно в Шамонии, это может быть рафтинг, то есть много всего. Это очень интересно, это будет акция будет длиться с 13 июня до конца в августах. Вот, мы теперь будем, я хотела вам представлять три пятизот шни в отеле в Шамонии. Мы начнем с отель Montblanc, отель Montblanc, пятизот шни отель, он находится в самом центре в Шамонии, рядом с офисом по туризму. Это отель у этого отеля очень богатая история. Он открылся уже в 1869 году, то есть много альпинистов со всего мира жили в этом отеле. Это специальная элегантность палацов Белепок. В этом отеле 41 номер, в том числе 19 юниор сьютов и 2 сьюта площадью 75 квадратных метров. Есть новость, новенька, они открыли большой пентхаус на последнем этаже и откуда тоже открывается прекрасный вид на линейки на Montblanc. Интересно отметить о том, что в этом отеле открыты подогреваемый бассейн и прекрасный ресторан Matafon у шефа были съезды Michelin в другом ресторане и он уделяет особое внимание местным продуктам. Это очень интересная страна. Вот теперь Grand Hotel Дезапе находится на центральной улице, на центральной широтной улице, хорошее расположение тоже. У него там 30 номеров, спа-центр и бассейн. Там тоже очень знаменитый сьют, это сьют Onimun над крышами, откуда открывается очень красивый вид на Эгви Демиди и на звезды, очень красиво. И интересно то, что они обновили все номера в прошлом году, и что там у каждого номера есть большие ванни с мрамором. Не забывайте, что в этом ресторане нет ресторана, но ничего страшного, потому что вокруг отеля сотни ресторанов, они же находятся на центральной площади. Но они предлагают уникальный полдник, то есть после катания, когда туристы возвращаются в отель, прямо в хобби, их ждет большой шведский стол, где много фруктов, много всего, много деликатесов, можно попить шампанского или горячий напиток. Это очень интересное предложение, и клиенты ценят это. Наш последний отель в Шамонии, это отель АМО Альбер I. Этот отель открылся в 1903 году, это семейный отель, Ролезе шатур, он состоит из нескольких шалей, это как райский природный уголок в самом центре Шамоне, потому что там огород, сад, речка между шалей, открытие, и тоже есть открытие, как видите на фотографии, открытие и закрытие бассейна. Я от себя только могу сказать, что это великолепный просто отель, я помню, это один из первых отелей, который я увидел в горах во Франции, и до сих пор впечатление, конечно, уникальности просто, то, что в Шамоне такой отель. Хорошо, я рада. То есть мы покидаем Шамоне, но мы находимся совсем недалеко от Шамоне. Я не знаю, кто из вас слышал о Saint-Gervais-Montblanc. Последний год мы уже слышим о нем, начинаем слышать. Да, начинаете. Я честно скажу, Может быть, да, отлично, но это очень хорошая новость, потому что действительно Saint-Gervais-Montblanc пользуется все больше и больше успехом у туристов и у лижников. Ничего удивительного в этом, потому что Saint-Gervais-Montblanc очень предлагает много всего интересного. Во-первых, горнолыжный и термальный курорт у подножия Мон-Блан. То есть оттуда тоже прекрасный вид на Мон-Блан. Сан-Gervais-Montblanc имеет доступ то есть Сан-Gervais-Montblanc две зоны катания. Но основной из них и самый локий доступ это зона катания Эва-Zone-Montblanc и зона катания Эва-Zone-Montblanc это тоже та же самая зона катания чем у Межева и у Лей-Контанин и Межев находится прямо с другой стороны горы то есть соседние курорты совсем Они просто соединены по подъем Да они соединены это соседние курорты только одна гора между ними и это одна зона катания это 300 километров трасс с уникальным видом на Мон-Блан много ресторанов много террас и еще один на Полидус тоже Сан-Gervais Сан-Gervais Мон-Блан всемирно знаменит своей линией трамвайной линией трамвай до Мон-Блан это самая высокая во Франции зубчатая железная дорога но это не ее ее единственное преимущество самое главное это то что она доставляет альпинистов которые покоряют Мон-Блан она достигает чуть выше до рефюжа Нидегл а потом они уже сами пешком до рефюж Дугутей и так далее до самой вершины Мон-Блан это очень важная трамвай и это цель достопримечательности много туристов поднимаются на трамвае это очень весело очень красиво очень интересно то есть я так понимаю что есть туристы которые с Айгюди Меди начинают подъем на Мон-Блан а есть как раз с Айгюди Меди на трамвае хорошо звучит альпинисты поднимаются на трамвае вот это начинали и заканчиваются тоже на трамвае поэтому очень интересно что в трамвае есть и альпинисты и туристы очень интересно я уже ни разу не общалась с этими альпинистами которые не разу они уже спускались от Мон-Блан и они рассказали о своих впечатлениях это был очень тоже интересный опыт Изабель скажите вы-то поднялись на Мон-Блан вы были на Мон-Блан нет я не была но я занимаюсь спортом конечно я много катаюсь почти во всех зонах катаюсь но Мон-Блан это следующий этап это кто знает все впереди потом расскажите как это было все впереди кто знает я же теперь живу совсем недалеко поэтому вы как раз говорили по-моему в Сан-Жерве живете ну теперь о термах может быть вы слышали о Сан-Жерве тоже читая глянцевые журналы потому что группа Лориала недавно выкупила термы Сан-Жерве и они обновили эти термы которые предлагают очень качественные услуги для туристов и тоже интересно то что они продвигают косметики термы Сан-Жерве на базе Вадима Глана и я недавно видела в глянцевом журнале рекламу этих косметиков поэтому может быть тоже в России тоже интересно вот а новинка теперь откроется новый ресторан и новый бар Сан-Николад Вирос что это за Сан-Николад Вирос я об этом не говорила пока но Сан-Николад Вирос это одна часть Сан-Жерве Сан-Жерве состоит из четыре поселков поселков и один из них находит это Сан-Николад Вирос и это там где находится наш пятизе сошний атель поэтому это важно тоже иметь виду что будет и новый ресторан и новый бар Ле Монжоли Монжоли это название Гари само высокой точке зоне катаня эвазион монплан Ле Монжоли В Сан-Жерве изобрели полностю электрически снегахот мундайк и можно кататься на нем в Сан-Жерве естественно и есть тоже крупный проект для развития сектора Мон-Дар-Буа который между Сан-Жерве и Межевом наш последний с вами пятизажный отель в Сан-Жерве называется это Лармансет Лармансет находится в Сан-Николад-Вирос как я уже говорила то есть это не в самом центре Сан-Жерве но чуть дальше чуть выше Сан-Николад-Вирос это типичная савойская деревня это маленькая деревня отель находится прямо в центре этой поселки он открылся этот отель он открылся летом то есть год назад и это такой скрытый тайный отель у него 17 номеров все они разные и все иерваны тоже разные с разными мраморами разный цвет это очень красиво очень очень рекомендую этот отель но рекомендую конечно не всем потому что там не будет шопинга но оттуда как вы видите на фотографии открывается великолепный вид на Монблан и прямо тоже добавить то что есть прямой доступ конечно на зону катания Эвазон Монблан как у Сан-Жерве как у Межеве и нужно предлагать этот отель вашим клиентам которые ценят такие отели такие обстановки где царит тишина роскошь вот это важно это не для всех ваших клиентов но это будет точно для нескольких и для самых для нескольких из них точно это точно хорошее хорошее решение вот учитывая что еще такой он камерный мне кажется в последней тенденции как раз говорят за этот отель что эта камерность она сейчас будет востребована то есть небольшие отели а именно вот такого плана будут цениться клиентами по крайней мере в ближайшие сезоны да-да-да-да вы правы есть такая тенденция поэтому я увидела что у него будет пользоваться успехом и для тех у кого нет машин ничего страшного потому что есть шаттель Частный трансфер в центр Сан-Жервей или еще куда угодно, это не проблема, но это очень тихо, очень хороший оттенок, я очень советую, там тоже зал для занятия пилатесом, консерв, клуб для детей во время французских каникул. И еще, как вы видите на моем слайде, три шале прямо до трассы. Эти шале находятся чуть выше, это примерно 8 минут на машине от отеля до шале, но у них исключительное расположение с потрясающим видом на Монблон, как вы видите тоже. То есть, вот я уже, я надеюсь, что вам было интересно, у нас была все-таки насыщенная программа, три пятизвездочных отеля в Тене, три в Шамони, один в Сан-Жервей. Ну, вот, как вы видите, такой роскошный элитный туризм постоянно развивается в наших горах, и я надеюсь, что теперь, что ваши клиенты приезжают тоже в эти отели. Изабель, спасибо огромное. Франция горнолыжная и вот те, скажем так, локации, да, которых вы рассказывали, и те объекты, которые есть во Франции. Ну, вот, наверное, если честно, Франция в этом плане номер один, да, вот именно в плане такого сегмента лакшери. То есть, это и шале, и вот отели пятизвездочные, такого количества, ну, мне кажется, в Альпах, в других странах нету. Может быть, в Швейцарии, да, там можно так посмотреть, но вот Франция, она остается, конечно, такая законодательница, да, моды. Вот, Изабель, спасибо огромное за информацию, да, мы сейчас тогда переключаемся уже, и будет Светлана Ворнова с нами сейчас говорить о Межееве, о Вальдезере, а вам еще раз огромное-огромное спасибо. Спасибо всем, спасибо большое за приглашение, очень-очень приятно с вами сотрудничать, и вот, мы ждем вас. Я думаю, что мы с вами еще не один проект делаем, так что все впереди. Да, мы еще встретимся в наших горах с большим удовольствием. До свидания. Прошу, Изабель, счастливо. До свидания на все. Хорошего дня. Хорошего дня. Так, Светлана. Спасибо. Спасибо. Так, Светлана, Светлана, добрый день. Добрый день. Привет. Видно, слышно? Ну что, сейчас будем глубоко, да, наверное, все-таки копнем по поводу Вальдезера и Межева, да, и по поводу структуры, и по поводу отелей. Ну, мы постараемся. Так, я попробую снять наушники. Тебя не слышно. Лучше одень наушники. Так, со звуком у нас проблемы. Сейчас техподдержка нам поможет, наверное. Наверное, Светлана. Не слышно. Пока там настраивается, я, наверное, чуть-чуть расскажу. Светлана у нас работает уже лет пять, наверное, да, до этого она работала в известных операторских компаниях и горнолыжкой. Уже Светлана занимается французской горнолыжкой, наверное, я вот сейчас у нее спрошу, конечно, но, по-моему, больше 15 лет. Вот, то есть Светлана, как, наверное, никто, знает эту тему и знает историю вообще, в принципе, как вот за последние годы развивается во Франции. О, Светлана, уже лучше. Лучше. Вот, отлично. Светлана, я пока... Я ничего не делаю. Я рассказал секреты про тебя, да, что ты горнолыжной Францией занимаешься, поправь меня, лет 15, наверное, да, если не меньше. Больше. Больше. Больше, то есть ты так меня немножко, да, помолодил немножко. Ну, для начала хочу, раз меня теперь стало слышно, поздороваться со всеми, сказать всем большое-большой привет. Мы все очень соскучились друг по другу. Вот, хочу сказать большое спасибо своим коллегам, которые выступали сегодня до меня, Изабель и Веронике. На самом деле, очень много было сказано интересного, очень много было сказано нового, вот, который, несомненно, пригодится нам в работе, а туристам в их, как бы, активном отдыхе. Постараюсь не повторяться, постараюсь сказать что-то новое. Вот, и поехали. Второй день проходит у нас семинар по горнолыжной Франции. До этого была целая неделя вебинаров по Франции, посвященной другим аспектам, да. И я сегодня читаю завершающий вебинар и хочу сказать, что насколько же богатая Франция, насколько много возможностей она предоставляет нашим с вами гостям, вот, для того, чтобы отдохнуть абсолютно разнопланово. Это и море, это и гастрономия, это и лечение, это и талазотерапия, это и горные лыжи. Несомненно, французские альпы одни из самых больших горнолыжных возможностей предоставляют. Вот, удобнее всего, начну, коротко, два слова буквально, с перелета. Удобнее всего лететь до Женевы, вот, туда летает регулярно, будет летать, я очень на это рассчитываю, аэрофлот Свиз. Вот, можно горные лыжи комбинировать с экскурсионной программой или с шоппингом, то есть несколько дней взять, например, в Париже, несколько дней взять в Женеве и совместить это с горнолыжным отдыхом. Туристы так у нас делают, и это очень популярно, это очень красиво и правильно. Вот, и мы от, и в том числе можно, кстати, лететь, естественно, до Шамбери, нашим чартерным рейсом в Сибирь, о чем Вероника говорила. От этих рейсов, от любого рейса мы делаем трансферы на автомобилях высокого класса и делаем вертолетные трансферы в том числе. Это очень классная идея, трансфер на вертолете, это не дешевое удовольствие, но оно того стоит. Но, обращу ваше внимание, да, и обязательно для туристов это тоже надо доносить, что это только при хороших погодных условиях. Меняется погода в горах часто, и возможно, что наш трансфер с вами забронированный за месяц, к сожалению, там за сутки до вылета может отмениться. И в этом случае, конечно, мы туристов доставим наземным трансфером, но как бы вот вертолет тогда не случится. Но в разделе «Опрыски» я буду говорить об этом, уже тогда не буду, наверное, на этом останавливаться. Не все потеряно, потому что можно заказать прогулку на вертолете на любом из курортов и в Нижеле, и в Бальдизеле. И я вас уверяю, что это незабываемое абсолютно впечатление, потому что прогулка на вертолете при хорошей погоде, когда вы летите и под вами горные вершины, заснеженные ели, вот эти маленькие деревушки, рассыпанные, да, как ожерелье. Ну, это необыкновенная совершенно красота, это захватывает дух, и, конечно, если есть возможность, обязательно надо этим воспользоваться. Курорты французские условно можем разделить на две группы. Это курорты, которые были созданы как горнолыжные курорты, да, как лизард, предположим, да, авариаз тот же самый, вот. Вот, и есть курорты, которые возникли вокруг уже населенного пункта. Вот Нижев. Нижев, это, я его обожаю на самом деле, я его очень люблю, он очень красивый, и это великолепная совершенно альтернатива Куршевелю. Это тот случай, когда туристы любят комфорт, любят лакшери размещения, любят, чтобы все было красиво, все было изысканно, вот. Вот, но в Куршевеле мы были один раз, два, хочется что-то другого. Нижев. Это прекрасно. Это не очень высоко, это, конечно, не те высоты, которые в Куршевеле, но, тем не менее, это хорошее катание. Изабель говорила о том, что это объединенная зона катания, это почти 300 километров трасс. Тем не менее, вы не доскучаете. И для людей, которые, например, не катаются, в тот самый случай, когда часть семьи заядлые катальщики, а часть, например, на лыжи вставать не хотят, это великолепный шопинг. Это бутики, это магазины, и в части езды от вас находится Женева, со своими магазинными улицами, и раздолье для шопинга, пожалуйста, буквально в части от вашего места проживания. Откуда пошел Нижев? Нижев, я думаю, что многие это знают, напомню в двух словах, он обязан своим возникновением как горнолыжного курорта семейству Ротшильдов, когда баронесса Ротшильд после Первой мировой войны отдыхала в своем любимом Сент-Морице, вот как-то ей показалось, что почему же в свое время Швейцария, а почему бы не Франция? Вот, и начали приглядывать местечко, где бы можно было развернуться. И такое местечко приглянулось, это был Нижев, который, там было куплено 450 гектаров земли, и началась активная застройка в шале. И постепенно за семейством Ротшильдов туда потянулись все их, как бы, да, друзья-знакомые, знаменитости, политики, актеры и так далее. И Нижев постепенно-постепенно начинает набирать обороты как горнолыжный курорт. И вот, в частности, один такой интересный момент. В 2004 году Нижев становится 12-м по счету горнолыжным курортом, который стал членом очень престижного клуба Best of the Alps. Туда входят горнолыжные курорты Австрии, Исалии, Швейцарии, Франции, и из французских курортов, внимание, он стал вторым после не Куршевеля, а Шамани. То есть два курорта, Шамани и Нижев, представляют французские Альпы вот в этом таком престижном курорте. Светлана, а можешь сказать, вот для того, чтобы стать членом этого клуба, такого замечательного, какой-то критерий должен быть, я не знаю, или это за деньги покупается? Не думаю, что это покупается за деньги. Про критерии не могу сказать. Я вот поизучаю, на самом деле, я тоже заинтересовалась этим вопросом, почему именно по каким критериям отбирались эти курорты. Ну вот, факт остается фактом, что уже в течение вот скольки, 16 лет, да, пока еще ни один французский курорт не удостоился этой чести. Вот Шамани с Нижевом гордо несут знамя, так сказать, передовиков, равнение на первый отряд, да, что называется. Вот. Про Ротшильдов. Ротшильды до последнего момента, они принимают активное участие в развитии Нижева. В развитии Нижева, так. Да. Ну, про зону катания уже рассказала немножко Изабель, да, рассказывая о Шамани с Инжерве, потому что это общая зона катания, это очень удобно. С Инжерве это вообще, как бы, да, они, как бы, окружают одну и ту же гору, останавливаться долго не буду. Нижев разрастается, да, он изначально был очень маленькой деревушкой и в центре него, ой, что это? Пролеснем. Пролеснем, да. В центре находится монастырь бенедиктинцев, который относится даже к 12 веку, вот, и Нижев очень старательно сохраняет свою вот эту историчность, да, то есть то, что там встраивается, это встраивается очень гармонично для того, чтобы не испортить ни в коем случае общий вид Нижева. И вот если вы посмотрите, то вот это вот Мон-Дар-Буа, Рож-Брюн и Жае, это три таких зоны катания, которые окружают Нижев. В Нижеве не все, да, возвращаясь к Ротшильдам, их легкой руки в Нижеве в прошлом году открылся отель Four Seasons. Это, на данный момент, это единственный отель текочки Four Seasons в французских Альпах. Они принимали активное участие в разработке дизайна этого отеля. Отель не в сабойском стиле, он с большими панорамными окнами, он очень светлый, он очень просторный, он... Опять же, то, что говорила Изабель, да, когда говорила о пятизвездочном отеле Сен-Жерве, очень ценится здесь приватность. Удаленность от центра именно с этим связана, да, для того, чтобы туристы чувствовали себя в уединении, в единении с природой, никакой толчины, никаких каких-то кусовок под окнами, да, все очень камерно, все очень достойно, все очень красиво, все в очень светлых тонах, огромный спорт-центр, который тоже, он весь белоснежный, с большим бассейном, с кабинками для мастажа и так далее. И, например, генеральный менеджер отеля говорит, что наша специальность – это опресс-ки. То есть в этом отеле можно, в принципе, не выходя из отеля, получить все 30 удовольствия, которые вы хотите после насыщенного горнолыжного дня, да, то есть там будет и парикмахер, там будет и визажист, и маникюр, и педитур, и массаж, и хамам, и сауна, вот все, что вашей душеньке угодно. И в этом же отеле несколько ресторанов, один из них удостоен из двух звезд Мишлен, называется он «19-20». Вот, что касается этого отеля, этого ресторана, да, опять же, усилиями семьи Ротшильдов здесь изысканная эко-кухня. Продукты доставляются в буквальном смысле со всего мира, то есть если оливковое масло, то оно доставляется в Южной Африке, если это мед, то он везет из каких-то особых пасек в восточную часть окраины Парижа, оленину везут из каких-то особых областей из Ильды Франции, то есть вы понимаете, да, какое отношение к кухне, насколько это рай для гурманов, вот, ужинать в таком ресторане. По опыту бронирования скажу, что ресторан меньше, чем количество отелей, номеров в отеле. Если мы говорим с вами о высоком сезоне, Новый год, Рождество, каникулы, места в ресторане надо бронировать очень сильно за годы, потому что может так получится, что мест не будет, потому что ресторан принимает естественных гостей со стороны тоже. Кроме того, есть ресторан с японской кухней, Киото, и еще один ресторан, который в прошлом году, я просто расскажу из своего опыта, да, я вот как раз попала так, что моим гостям нужно было забронировать столик на Новый год, и мы не могли найти мест в Мишленовских ресторанах. Ну, вот просто их не было, вот их стены не раздвинешь, но никак. И мы забронировали ресторан «Прима», который нам очень советовали. Гости остались довольны, это было на Новый год, и в январе, вот буквально в январе, этот ресторан «Прима» называется он, получает звезду Мишленов. Так что в Межеве вот развитие вот этого, да, Мишленовского, скажем так, движения, оно не останавливается. Свет, а можно вот один момент просто остановиться на дом, потому что на самом деле безупречный отель во всех отношениях, но только речь заходит о том, что он не в центре, он на окраине, а как же так, как я буду добираться, ну, то есть или там до подъемника, ну, при том, что, да, это пять звезд, все понимают, что там, да, вот, как бы есть и доставка. Чуть-чуть скажи, как это все организуется? Ну, организуется все действительно, вот как ты правильно сказал, туристы не чувствуют себя оторванными от мира. Они при любом их желании, отель предоставляет им транспорт, да, это или минивэн, или это машина, закрепленная за отелем, которая отводит их по их желанию туда, куда им нужно, да, будь то бутик, будь то какой-то другой ресторан, и по звонку гостей забирают обратно. То есть они пользуются всеми услугами вот этого шаттл-сервиса абсолютно, как бы, без каких-то проблем. Никогда не возникает никакой задержки, вам нужно куда-то отъехать, а то с удовольствием вам предоставят такие, такие возможности. Дальше мы переходим с вами к пятизвездочным отелям, которых в Межеве достаточно. Я не буду говорить обо всех отелях, точнее так, я пробегусь по всем пятизвездочным отелям, потому что, в принципе, все без исключения отели Межева категории пять звезд, они отвечают высоким требованиям пятизвезд. То есть если это пять звезд, вы можете смело предлагать вашим гостям, потому что там будет все, что нужно и что должно быть в пятизвездах. Это отели достаточно большого метража, то есть номера большого метража. Это обязательно присутствие спа, да, есть отель, в котором этого нет, я скажу об этом отдельно. Это бассейны, это сауны-хамамы, это обязательно ски-румы, где вы можете взять на прокат, вы можете купить горнолыжное оборудование. Рестораны, которые где-то в звездой Мишлен, где-то без звезды Мишлен, но тем не менее очень достойные. Феррошваль, например, да, который у нас с вами на картинке, был он построен, он как раз вот расположен в центре курорта, недалеко от центра курорта, в отличие от Форсизенса. Вот, и он был построен на месте кузницы, деревенской кузницы, что опять же... Хорошая кузница, большая была. Была очень хорошая кузница, было, видимо, занимало хорошее место, и это опять же отсыл к тому, что это историческая деревенька, да, то есть они пытаются сохранить хотя бы в названии, да, то, что это было вот кузницы. Феррошваль. Значит, следующий отель, Эмдемиджев, это тоже центр курорта, это 100 метров от трасс, не скажу, что это прям скин-ски аут, но тем не менее это очень близко к подъемникам и трассам. Это бывший манеж, те, кто работают с горными лыжами долго, знают этот отель, он переименовался, он полностью был реконструирован, вот теперь это Эмдемиджев, пользуется очень большой популярностью, опять же, да, потому что удобное расположение и полный набор услуг, которые необходим для того, чтобы турист чувствовал себя, скажем, как дома. Следующий у нас будет отель Шале Занье, очень симпатичный отель, в чем его фишка, да, у каждой есть какая-то своя изюминка. Значит, Шале Занье, он состоит, там всего 15 номеров или 12, или 15, 12. То есть это фактически бутик-отель. Все номера могут коннектиться между собой, то есть это прекрасный вариант для размещения или большой семьи, или семьи с бабушками-нянями, там, да, которых нужно как-то разделить, но при этом быть вместе, или какой-то большой компанией. Вот, отель прекрасно подтверждает нестандартные даты, всегда идет навстречу. Вот. Точно так же у него есть свой шаттл-сервис, который отвезет вас в любую точку, какую вы назовете, чтобы вам было удобно. Ну и прекрасный спа-центр, который тоже к услугам, как бы, гостей. Отель Шале Блан. Вот как раз тот самый отель, который ничего, собственно говоря, кроме размещения не предлагает. Вот. Нет в нем. Ну, вот так случилось, что нет в нем спа-центра. Он, он как шале, да, то есть вы проживаете, просто как бы снимаете, как бы, номера в шале. И при этом это пять звезд. При этом это пять звезд, да, при этом это пять звезд, и при этом это центральное размещение. У нас были бронирования в этом отеле, никаких нареканий на него не было. Вот. Ну, вот есть люди, да, которые, возможно, хотят просто проживания, при этом быть полностью свободными в своем, так сказать, передвижении. Вот. И учитывая то, что в Вальдизере, ой, Вальдизере, прошу прощения, в Межеле есть большой спортивный центр, можно ходить туда и пользоваться его бассейном, его теннисными кортами, сквошем, саунами, хамамами, массажными кабинетами и прочее, да, то есть получить вот эти все услуги в спортивном центре – это тоже возможно. Что хотелось бы сказать про Апресс Ким? Конечно же, любой горнолыжный курорт – это не только хорошо разместиться в номере, да, получить прекрасный сервис в номере. Конечно, хочется отдохнуть. Конечно, после катания хочется развлечений, хочется какого-то увеселения. Межеле в этом смысле предлагает огромное количество таких возможностей, начиная с посещения гурманами ресторана, да. Хочу еще сказать об одном ресторане, в котором три звезды. Это ресторан в отеле «Флакон Дюссель», отель тоже пятизвездочной категории и тоже расположен не в центре курорта. То есть вот этот вот акцент на уединение и приватности – это все-таки некий… Это как раз может быть тема «Межева», да, то есть это вот… Да, это тема «Межева», это тема людей, да, которые приезжают туда, которые хотят отдохнуть от суеты и, может быть, не очень афишировать свое, да, и присутствие в том числе, вот. И вот трехзвездочный ресторан «Мишлен», который очень популярен, в котором очень сложно с местами. Большая просьба, если вы хотите его забронировать для своих гостей, сделать это заранее. Что касается опресс-ки, да, ну вот Изабель рассказала, на мой взгляд, ну просто оптимально про все возможности, которые предоставляют горнолыжные курорты для проведения досуга. Мне, в общем, даже сложно что-то добавить, кроме того, что, да, подчеркнуть обилие мишленовских ресторанов и вообще, в принципе, хороших ресторанов в «Межеве» – это полеты на вертолете, которые и я, и моя коллега, и Изабель тоже мы делали на этом акцент. Это очень классное времяпрепровождение, это очень красиво, это незабываемое впечатление, которое вы увезете навсегда с тобой, потому что вы можете еще сделать видеосъемку с вертолета, и, конечно, это прекрасное воспоминание. Светлана, вот по поводу вертолета, вот скажи все-таки, пожалуйста, да? Нет, то, что это прекрасно, это замечательно. Да. Но сколько стоит? Стоит это, если мы говорим о трансфере, это начиная от двух тысяч. В одну сторону? В одну сторону. Четыре человека. В зависимости от того, какой вместимости это вертолет. Это может быть на четыре человека, это может быть на шесть человек, это может быть одномоторный или двухмоторный вертолет. Это надо как бы запрашивать, да, и узнавать, опять же, предпочтение туристов. Но цена будет от двух тысяч, да? Да. А если мы говорим, допустим, про прогулку вокруг Манблана облететь, да, но это где-то на полчаса, вот сколько это удовольствия? Я знаю, что вроде бы это, ну, не какие-то сумасшедшие деньги. То есть это... Это не сумасшедшие деньги, я не... Это не сумасшедшие деньги, не скажу точно. Для того, чтобы не вводить даже в заблуждение, мы эту информацию тогда уточним и просто выложим тогда на сайте, чтобы у нас она была... А мне, между прочим, вот сейчас вот Изабель написала в WhatsApp, да, что 75 евро за 10 минут на человека. Вот так вот. Вот у нас оперативно вот так информация. Изабель, спасибо огромное. Изабель, спасибо огромное. И я хочу подчеркнуть, что... И шаманиф, не изъезжая, а из шаманиф. Из шаманиф. 75 евро на человека. Ну, коллеги, ну, это для... Вот для такого удовольствия это недорого. Это... И оно того стоит. И вполне себе гуманная стоимость за такого рода развлечения. А если 30 минут, то 200 евро с человека. 5 или 6 человек в вертолете. Но тоже не сумасшедшие деньги, да? Совершенно. Полчаса это обрететь можно там, я не знаю, пол... Сделать огромный круг и посмотреть. И, опять же, при хорошей погоде вы видите настолько вот под вами такая красота, которую просто вот просто не описать словами. Серьезно. А самое главное, красота. Представляете, как мы быстро информацию получаем. Изабель, еще раз спасибо. Изабель, спасибо, что ты смотришь и следишь. Спасибо за помощь, за подсказки. Так, ну и поехали дальше. Это прогулки на снегокатах. Прогулки на снегокатах – это совершенно экстремальная такая забава. Я, честно скажу, я побоялась. Я была пассажиром. Вот, потому что вы можете рулить сами, если вы как бы чувствуете в себе силы драйв. Если нет, то вы можете прокатиться с инструктором. Ну, это тоже того стоит. Вот, но, да, это можно организовать. И, конечно же, это катание на санях. Ну, здесь вот такие вот деревянные санки. Есть еще, предлагаются такие, знаете, пластиковые такие корыца. Это очень весело, это очень забавно. Это и с детьми, и взрослые превращаются в детей. Абсолютные дети. Абсолютные дети. Вот, и хочу сказать еще, да, заканчивая тему Вальдизера, Межева. Фолидуз, да, Фолидуз, который прозвучал сегодня уже, мне кажется, неоднократно. Говорила о нем Вероника, говорила о нем Изабель. Фолидуз в Сен-Жерве. Который тоже популярное местечко, да, которое для молодежи очень привлекательно. Наверное, говорят, что Межев – это не для молодежи. Ну, здесь можно поспорить, наверное, все-таки это не для студенческой среды. Вот, но тем не менее, и молодежь в том числе там отдыхает, и Фолидуз – это не только молодежная тусовка, да. На дискотеке поотжигать могут, в общем-то, все возрастам. И потом, Свет, здесь надо еще понимать, европейская, скажем так, молодежь – это 40, да? Это, да, это молодежь. Да, это тоже молодежь. Вот, ну и хочу сказать, что еще, да, это собачьи упряжки, это катание на конных экипажах, их 15 экипажей в Нижеве. Они красиво декорированы, да, это целая такая прогулка. Вот, это крытый-открытый каток, это джаз-клуб, это казино, это всевозможные магазины-бутики, ну, про дворец спорта я уже говорила, это гольф на снегу. Ну, то есть вот по количеству развлекаловок, да, в Нижеве скучать не придется точно. И плюс, еще большой плюс Нижева, то, что это близко от Женевы для шоппинга, да, это один момент. И второй момент – это близость от термального курорта Сен-Жерве, который находится буквально в 15, там, 12 или 15 километров от курорта. И для людей, которые, например, не катаются, да, но с удовольствием дышат горным воздухом, гуляют, ходят в какие-то пешие прогулки, можно съездить в термальный комплекс. В термальный комплекс, который очень хорошего качества, стоит он порядка 40, ну, вот на последний момент это было 42 евро на человека за полдня. И вы пользуетесь всеми услугами этого термального комплекса. Это и бассейны, и сауны, и всевозможные души, ванны и так далее. И плюс этот термальный комплекс – это не просто как бы релакс после горнолыжного дня, да, чтобы расслабить свои мышцы, но это еще и вода, которая помогает в лечении всевозможных лорзаболеваний, дыхательных путей, дерматологических каких-то недугов, аллергических реакций и так далее. Поэтому, проживая в Межеве, несколько дней или один день можно выделить на то, чтобы съездить, например, с Эн-Жерве термы. С Межевом. Приходить должны, да, потому что уже тайминг. Тайминг, все, по Вальдизеру. Вальдизер – это второй, скажем так, курорт, который представляет альтернативу Куршевелю. Это один из тех курортов, который развивается семимильными просто шагами, и каждый год, буквально каждый год, в нем открывается какой-то новый пятизвездочный отель. На курорте практически не осталось отелей двух-трех-звездочной категории. Все отели двигаются в сторону повышения своей звездности. Ну, не буду рассказывать уже, да, Изабель коснулась Тиня, и это общая зона катания с Вальдизером. Просто скажу только о том, что раньше эта зона катания мы говорили «Эспас Килли», в честь знаменитого горнолыжника Жан-Флода Килли, который в 68-м году на Олимпиаде взял все три золотые медали в горнолыжных дисциплинах. Он родом из Вальдизера, вот, тем самым он прославил свое, как бы, родовое, да, гнездо, вот, французы очень им гордятся, и вот до последнего времени вот эта зона катания Вальдизер-Тинь носила его имя. Вот, по-моему, в прошлого или позапрошлого года семья Килли отказала, не разрешила больше использовать его имя в названии этой зоны, и теперь это просто Тинь-Вальдизер, да, когда мы говорим «это зона катания Тинь-Вальдизер». Ой, я прошу прощения. Да, Вальдизер – это тоже курорт, который возник не искусственно, да, это не искусственно созданный, это курорт, который начал расти вокруг маленькой деревушки. Вот посмотрите, как Вальдизер выглядел, например, в 1920 году. То есть это центральная такая ратуша, да, она 17 века, и вокруг вот чуть-чуть, вот несколько, буквально несколько домишек. И в 30-е годы начинается развитие Вальдизера, особенно способствовало этому открытие перевала между Францией и Италией, перевал из Иран. Дорога была торжественно открыта в 37-м году в присутствии самого президента. В 36-м году начинает работать первый подъемник в Вальдизере, и с тех пор начинается его активное развитие. И, конечно, Олимпиада 92-го года, 92-го года в Альбервилле, она дала очень сильный толчок для развития, потому что в 80-е годы Вальдизер начинает сильно развиваться, поскольку в 92-м году именно на Вальдизеровских трассах должны были проходить основные соревнования по горным лыгинам. Так, ну, про Жанна-Клода Келли мы с вами уже все знаем, вот он, кстати говоря, на соревнованиях в 68-м году. Вальдизер сам по себе очень красивый, он действительно, когда вы туда попадаете, это рай. Он сделан в одном стиле, и сейчас, когда идет застройка новыми отелями, да, застройщики, так скажем, да, отельеры стараются придерживаться этого стиля. Вот посмотрите, он везде используется такой серый камень, который добывается в долине Манше, это специальный камень, который привозится в Бальдизер для облицовки зданий. И вот там вот, вот немножко вот здесь, за этим зданием, вы видите, да, освещенную трассу, есть и ночное катание, то есть когда трасса освещена, да, и вот это вот вечернее катание, это тоже есть всеобразный шарм в этом и интерес. Вот, что касается отельной базы, я буду уже прям вот близко-близко подходить к завершению. В общем, новинка этого сезона в этом году открылся очень долгожданный отель Мадемуазель. Вот посмотрите, да, в его оформлении, опять же, вот этот вот известный вот серый камень. Он построен на месте бывшего отеля Брюссель, и место у него совершенно шикарное. Все, как любят наши туристы. Это центр, но при этом это скин-ски аут. Этот отель стоит прямо на склоне, и его солнечная терраса выходит прямо окнами на склон, то есть мимо вас проезжают лыжники, а вы, в свою очередь, можете доехать прямо до двери отеля. Вот, отель, естественно, весь современный, оснащенный всей современной техникой, но при этом в декоре особенно общих зон используются антикварные элементы, которые хозяева покупали по всему миру на различных аукционах, базарах и так далее, свозили это все и вот украшали свой отель, чтобы у него была не просто новомодность, но и аутентичность такая, историчность. Ну и плюс замечательный совершенно детский клуб, где детишками занимаются, с ними рисуют, лепят, ставят спектакли и, в общем, дают возможность родителям в это время отдохнуть. Авеню Лодж, обратите внимание, да, тоже дизайн, прекрасный отель Пятерка, очень пользуется большой популярностью, стоит прямо в центре Вальдизера, до подъемников и трасс очень близко. Отель Юлия, это скандинавского стиля отель, у него и название, я вот даже себе отметила, что он получил название от скандинавского фестиваля, который празднует зиму. Вот, это скандинавский стиль и он во всем такой аскетичный, скандинавский, это отель такой тоже на любителя, но расположение у него прекрасное. Скинский аут, ну, практически, да, 20 метров до склона, это всего ничего. Близзард, старейший пятизвездочный отель, тут все при нем, спа, прекрасные большие номера, прекрасная встреча, прекрасное расположение. И Вилла Ламура, это новинка прошлого года, отель и при нем три шале. Скажу о нем дополнительно, буквально два слова. Очень удобно бронировать при нем шале, это то же самое, что вот Вероника говорила про К2 в Куршевеле, да, когда вы бронируете шале, вроде как вы живете отдельно, в отдельном домике, но пользуетесь всеми услугами отеля, что очень удобно, да, и при этом еще и можете пользоваться и услугами консьерж-сервисом. И два слова про мадемуазель, есть русскоговорящий персонал, что тоже очень важно для наших туристов, которые всегда это спрашивают и которые это очень приветствуют. Ну и любимый отель Володя, я не могла обойти его стороной, бар М-де-Люрс. Ну, а вы нельзя не говорите, извини, это просто будет как-то визитная карточка в Вольт-Люрс. Нельзя, нельзя его обойти, действительно, согласна. Прекрасный отель, спускается к нему черная трасса, внимание, да, спуститься можно, но аккуратно. Прекрасный спа-центр, немножечко пройти 10 минут пешком и вы буквально в центре уже на пешеходной зоне. И около этого бар М-де-Люрс, два слова буквально скажу, уже сокращаюсь, про шале. Обязательно надо бронировать шале. В Бальдизере шале есть, они бронируются, они прекрасного уровня. Вот рядом с отелем Бар М-де-Люрс есть целый квартал шале, который называется Карат. Это охраняемая зона, туда въезжают машины только тех, кто проживает в этом отеле или в шале. Мы предлагаем шале «Кристалл А» и «Кристалл Б», но есть еще подобного рода на этой же территории. Вот, один из отелей из шале на 10, другой на 12 человек. И мы продаем его практически каждый год, и у нас туда туристы возвращаются. То есть они едут один раз и уезжая бронируют на следующий год. Это, по-моему, та компания, которая один раз сошла лавиной и в какой-то степени завалила это шале. Их завалило. Мы думали, что эта компания больше не приедет никогда. Но при выезде они сказали, нет, нет, нет. Вот именно это, да, потому что этот экшен был. Когда их завалило, передавали еду. Да, 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 их завалило. Сошла лавина, их завалило снегом буквально по макушку. Им вырубили окошко и подавали туда еду. И мы думали, что это будут проблемы, но туристы оказались совершенно адекватны. Они это восприняли с пониманием и сказали, что шале классная, погода классная, снега много, в Альдезер шикарный, мы бронируем его на следующий год. И уезжая забронировали его вновь. Вот, но здесь еще и надо сказать два слова о хозяевах этого шале, потому что они очень гостеприимные. Они, все пожелания туристов, которые вы высылаете им накануне заезда, выполняется все. То есть нам надо было нарядить елку и обязательно, чтобы она была в определенных тонах. Игрушки были определенные, не деревянные, а стеклянные. И консьержслужба съезжала в Альдезере, не было магазин, они уезжали вниз в долину в магазин, покупали эти игрушки, нарядили елку именно такой, какой она должна была быть вот в воображении наших туристов. Заказать массажиста, заказать няню, индивидуального инструктора, заказать машину с водителем, все в вашем распоряжении. Нужно только заранее сказать нам об этом, и мы забронируем для ваших туристов вот все, что вы захотите. Деда Мороза со Снегурочкой в последний момент, даже это мы бронировали для ребенка, для того, чтобы он не чувствовался, что Новый год проходит не на него. Был Дед Мороз. Вот. Вера, можно я чуть-чуть буквально про Бальдезер? Да. Ты меня подаришь, может быть, если не так, да? Я вот сейчас подумал, Бальдезер отличается, не отличается, чем похож на другие курорты. У меня почему-то такая ассоциация возникла, что вот есть курорты, которые не то, что там тягаются друг с другом, да, там кто лучше, кто хуже. Вот у меня такое ощущение, что когда начинают Бальдезер с чем-то сравнивать, вот Бальдезеру это, ну, скажем так, по барабану, потому что Бальдезер – это Бальдезер, вот он такой, да, и он не похож ни на что. Он не на Куршевель, не на Вальторанс, не на Межев, не на Тинь, он такой, вот, да? То есть и в этом его шарм, если честно, да, потому что и архитектура необыкновенная, и вот эта историческая часть, которая есть как раз вот с этой ратушей, да, вот со всеми вот моментами, и в то же время он суперсовременный, а какие там и рестораны, да, то есть это, ну, просто фантастика. А еще хотел про каталку сказать. Есть такое мнение, опять же, у россиян, что Бальдезер – это для суперкатальщиков, то есть это для таких экспертов, да, ну, потому что там сложные трассы. Сложная трасса одна, как раз, которая к Барн-де-Люрс спускается. Да. Остальные-то трассы вполне нормальные, да, то есть со стороны там ледника, пожалуйста, они и синие, и красные, и они широкие, они широкие. Они широкие, французские трассы, они вообще всегда широкие, да, а сны там в том числе. Вот, то есть это, конечно же, такой уникальный просто курорт, Вальдезер, который почему-то не всегда рассматривают, но мне кажется, он суперхороший. Он просто вот... Я соглашусь... Все равно нужно попробовать вот эту зону, потому что, мне кажется, она должна понравиться. Вот катальщикам она должна понравиться, и среднякам, и экспертам, ну, то есть тут... Здесь я соглашусь, да, и вступлюсь вот действительно за Вальдезер. Вальдезер ни с кем не соревнуется, он ни с кем не тягается. То есть он такой самодостаточный курорт, который просто очень хорошо развивается, который каждый год что-то приносит новое. Для себя, для того, чтобы самому с собой немножко посоревновать, чтобы сделать в этом году лучше стать, чем в прошлом году. Вот они такие, да. Вот. По красоте он очень уютный. Я не знаю, как передать это словами, но он очень уютный, он очень душевный, и даже если вы не катаетесь, вот прогулка по этому центру, да, вот, созерцание вот этих вот... Нет, там нет высоких домов, да, там нет этих 12-этажных зданий, как, например, там, я не знаю, ну, не будем с вами, конечно. Ну, например, да. Там этого нет. Он весь такой вот очень вписанный в ландшафт, и, опять же, вот это стремление быть в одном стиле, оно сохраняется. Вот. А кроме того, для катальщиков, экспертов, которые вдруг, внезапно, не знаю, заскучали в Вальдезере, соседний тень с ледником, с гарантией снега, с еще огромной зоной катания, которая позволяет вообще вот развернуться, да, и откататься так, так, чтобы прям уже вот прям действительно приехать и упасть в свой отель, да. Вот. Поэтому Вальдезер и обилие, и с каждым годом возрастание количества пятизвездочных отелей, они составляют все-таки серьезную конкуренцию, я хочу сказать, и Пуршевелю, и Межеву. Вот. И часть, часть туристов, которые любят что-то новенькое, она постепенно вот переходит в Вальдезер, вот в эти прекрасные пятизвездочные отели. Наверное, может быть, они не палацы, как в Куршевеле, да. Вот. Но, тем не менее, это очень хорошего уровня пятерки, которые своим, в общем, услугами своими не разочаруются. Ну, отлично. Ну, вот как-то так. Светлана, спасибо огромное. Мы тогда на этом, наверное, заканчиваем, да, потому что мы, можно сказать, осветили лучшие курорты Франции, топовые курорты, да. Изабель нам рассказала все новости, какие есть в Рунальпах. Вот. Ну, и тогда, наверное, заканчиваем. Спасибо. Я хочу сказать, да, я хочу сказать спасибо всем, потому что я получилась, да, как бы завершающий вебинар провожу. Вот. И проходит он в рамках «Я люблю тебя, Франция». Еще раз повторюсь, что любить Францию есть за что и много за что. Вот. И надеюсь, что наш вебинар по горным лыжам вас заинтересовал, что-то новое вам рассказал, не дал забыть старое. И хочу еще раз сказать, что несмотря на то, что мы переживаем непростые времена, мы получаем заявки на бронирование горнолыжных туров, что не может не радовать. Вот. И дорогие агенты, которые нас слушают, пожалуйста, напомните своим туристам, что лыжи готовят летом. Вот. И мы очень надеемся, что зима будет успешной вместе с нашими французскими партнерами, актерьерами. Вот. И приглашаем вас к сотрудничеству. Будет поддержано лучше. Тем более, что все осталось до горнолыжного сезона, да? Да. Всем большое спасибо. Спасибо большое. Хороших продаж. Всего хорошего. До свидания. Пока.